Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Спящие вулканы Антарктиды могут проснуться Климатический обзор за неделю Тёплый пример доброты из Калининграда Объединение людей в Хьюстоне Ранее мы рассказывали об открытии учёными из Эдинбургского университета более 90 вулканов на поверхности Антарктиды, скрытых двухкилометровым слоем льда. Дальнейшее наблюдение за вулканами позволило получить доказательства того, что вулканы ранее извергались и на текущий момент находятся в спящем состоянии. Объединённой команде учёных из Технического университета Нью-Мексико, а также Вермонтского и Дартмонтского колледжей удалось выявить, что последнее извержение произошло более 22 тысяч лет назад. Были обнаружены толстые слои, заполненные тефрой, фрагментами частиц и пород, выброшенными вулканами во время извержений. Учёные обеспокоены своей находкой, ведь извержение любого из вулканов Антарктиды способно растопить большое количество льда за довольно короткий промежуток времени, что ускорит повышение уровня моря. Также у учёных вызывает тревогу текущая тенденция потери льда ледниками Антарктиды, которая способна привести к пробуждению спящих вулканов. 16 сентября Таиланд В провинциях Пхит-Санулок, Утара-Дити и Пхре произошли наводнения в результате проливных дождей, вызванных тайфуном Даксури. США В штате Монтана, Айдаха и Вайоминг установилась аномально холодная снежная погода. Доминиканская республика В городе Мока сошёл селевой поток. В течение дня на планете было зафиксировано 305 землетрясений, из них 71 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. 17 сентября Румыния От сильного ветра до 27 метров в секунду и проливных дождей в стране пострадало 68 человек. Япония Ураган Талима брушился на страну, вызвав наводнение в регионе Киоси и в городе Цукуми префектуры Ойта. Хорватия В городе Агулин сильные дожди вызвали подтопление улиц. Дания В городе Копенгаген выпал крупный град. Италия Комуния-Рагонья, провинции Удине, выпал град размером с перепелиное яйцо. Мексика Дождевой поводок возни в городе Унион-де-Тула, штата Халиско. Сербия Вблизи города Белград произошла пыльная буря. В течение дня на планете было зафиксировано 299 землетрясений. Из них 70 магнитудой свыше 4-х. Максимальная магнитуда составила 5,7. 18 сентября Украина Из-за грозы и шквального ветра обесточены 478 населённых пунктов в Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Латвия Продолжительные ливни затопили улицы города Рига. Индия От шторма в штате Ассам пострадало 12 человек. Китай В провинциях Гуйчжоу, Сычуань, Хубей и Хунань проливные дожди разрушили 200 домов. Пострадало 100 тысяч жителей. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей. Россия В Поддорском районе Новгородской области прошёл смерч. Выбиты окна и повреждены крыши более 20 домов. На Калининградскую область обрушился шторм. Гватемала В городе Масатенанга сошёл селевой поток. В течение дня на планете было зафиксировано 366 землетрясений. Из них 77 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,9. Примеры проявления доброты и человечности. В городе Калининград, в микрорайоне Сельма, один из горожан во время летних каникул организовал для детей во дворе дома вкусный ароматный чай из самовара. Угощая всех ребят травяным чаем со сладостями, он также занял их досуг, делясь интересными историями. Он не общественный деятель, а просто добрый человек, проявивший заботу о детях. Такое времяпровождение принесло много радости и ребятам, и взрослым. Не нужно бояться проявлять доброту и быть человеком. Как говорится в книге Анастасии Новых, «Сенсей Исконной Шамбалы», часть 1, «Думать о хорошем надо чаще, добро людям делать. Глядишь, и мир вокруг изменится, по крайней мере, в твоем понимании. А твое понимание — это и есть твой настоящий мир». 19 сентября. Польша. В городе Эльблонг вследствие сильных дождей были подтоплены улицы. США. В округе Линн, штат Орегон, пронеслось торнадо. В течение дня на планете было зафиксировано 331 землетрясение, из них 61 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 7,5. 20 сентября. Гватемала. Проливные дожди вызвали наводнения в департаментах Петен, Сан-Маркос и Сучитепекес. Пострадало более 620 человек. Индия. На северо-востоке страны обильные дожди вызвали схождение оползней. Таиланд. Провинция Сатун пострадала от наводнений. Конго. В результате наводнений пострадало более 110 людей. Разрушено 100 домов. В течение дня на планете было зафиксировано 357 землетрясений. Из них 86 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,5. 21 сентября. Украина. В Житомирской области выпал град размером с апельсин. В Винницкой области выпал град размером с мандарин. Россия. В городе Барнаул в результате проливного дождя были затоплены улицы. Молдова. Северные районы страны пострадали от крупного града. В течение дня на планете было зафиксировано 329 землетрясений. Из них 71 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,5. Настоящая красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках. Оша. 22 сентября. Испания. В городе Теруэль выпал сильный град. В течение дня на планете было зафиксировано 335 землетрясений. Из них 50 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. За прошедшую неделю от урагана Мария пострадали многие страны и острова. Порывы ветра достигали 87 метров в секунду. На острове Доминикан разрушены практически все здания. Полностью отключено электричество. Были затронуты жизни более 73 тысяч человек. В Куэрто-Рико 11 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. 3,5 миллиона людей остались без электричества. На Виргинских островах уничтожена большая часть зданий. Мексика. Сильные землетрясения сотрясли страну, вызвав многочисленные разрушения зданий и завалы. Пострадали более 20 миллионов человек. 4 миллиона 600 тысяч человек остались без электричества. Из образовавшихся провалов начал выходить подземный раскаленный газ. По сообщениям сейсмологов, это может быть признаком предстоящего еще более сильного землетрясения. Нигер. Страна пострадала от проливных дождей, длившихся три месяца. За это время 200 тысяч человек вынуждены были покинуть места своего проживания. Разрушены более 11 тысяч домов. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 496 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Акьяр-Лар, Клир-Лейк и Гараб-Мамот. В том числе произошло 14 землетрясений в 20 километрах от кальдера Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,9. Всего за неделю от стихийных бедствий пострадали миллионы людей. Более 25200 человек стали климатическими беженцами. Стихийные бедствия приносят разрушения и затрагивают жизни многих людей. В то же время они помогают раскрыть всё доброе и человечное в людях. Быстро меняются ценности людей в сторону помощи, объединения и единения людей. Большой ценностью становится жизнь каждого человека. Так ураган Харви, обрушившийся в ночь на 26 августа 2017 года на город Хьюстон, США, сплотил пострадавших от последующего наводнения жителей. Отступившая стихия оставила множество семей без крова. Стремясь объединить усилия всех людей для помощи пострадавшим, несколько жителей города создали страницу в социальной сети Facebook, где разместили пост с предложением оказать помощь потерпевшимся отечественникам. Вместе они нашли грузовик с лодкой для эвакуации людей из затопленных районов, начали помогать убирать дома, сушить вещи, вывозить мусор. Вместе варили еду, чтобы накормить нуждающихся, размещали у себя тех, кто остался без крова. Люди перестали заботиться только о себе и начали заботиться о благе других людей. Невзирая на отсутствие крова, люди поняли ценность того, что остались живы. Они почувствовали заботу окружающих их людей и тепло их сердец. В такое непростое время люди сохранили свои лучшие человеческие качества — доброту, нравственность и духовность. Важно всегда и везде оставаться человеком, протягивать руку помощи и заботиться друг о друге. Объединение людей — залог выживания человечества. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе учёных AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.